В поселке Байлдыр предвыборная лихорадка. Около полусотни сельчан незадолго до дня голосования за поселкового Акима утверждают. Глава администрации нагло нарушает закон о местном самоуправлении. Аким игнорирует мнение жителей и даже не согласовал с электоратом кандидатуры ни одного из трех выдвиженцев. Здесь нарушена статья Конституции, 2-й раздел, 33-й. Вот, которые вот наши кандидатуры, две, они отказывают. Не знаю, при чем тут. Аким сам на собрании сказал, что ответ будет давать по закону. Ну, по закону мы ждем, по письменно, там он все полномочия у меня, все на меня касаются, вот его мнение. Здесь мнения народов никаких, даже топтает. Один из трех кандидатов – это действующий Аким Турихан Сулейменов. И у этих байалдырцев, кажется, больше нет никакого желания терпеть его на главном поселковом посту. Три человека нам сказали, кандидаты. Вот, из них двоих мы не знаем, кто они такие, где работают. Они сказали, там, там работают, там, там работают. А третий – Аким Байалдыров. Кандидатуры, которые выдвигали сами сельчане, власть зарубила. Народ теперь недоумевает. За что и почему. Торейшинам сказали, что они не умеют, ну, работать с бумагами, с этими, да, там, с документацией, они не умеют работать. Ну, вы знаете, все, наверное, знают боксера, да, олимпийского чемпиона Бахтиара Артаева, да. Его на ринге никто не учил, как работать с бумагой, как с документациями, но он возглавлял Акимат, нет, аппарат Акимата. Аким Кентаовского района, куда входит поселок Байалдыр, наглядно демонстрирует, как работает сегодня железная вертикаль власти. Я не буду на него отвечать, потому что мне дано такое право. Я же сказал, те кандидатуры, которые были предоставлены мною, они соответствуют всем квалификационным требованиям. Ситуация такова, что и личное право Акимов на выдвижение кандидатов вроде бы вполне законно. Правда, кандидатуру на пост главы села выдвигаются строго после того, как они согласованы на общесельском собрании. Поэтому жители поселка Байалдыр демократические свободы намерены отстаивать в суде.